В 2009 году на сцене шоу «Британия ищет таланты» появилась странная женщина. Растрепанные волосы, кустистые брови, старомодная одежда и лишние килограммы. Что эта тетка забыла на сцене, подумали тогда и зрители, и члены жюри, которые насмехались над эксцентричной дамой. Никто не ожидал того, что случилось минутой позже. Когда конкурсантка начала петь, у судей отвисли челюсти, а зал взорвался овациями. В тот день на британском аналоге нашей «Минуты славы» мир узнал об одном из лучших голосов планеты. А принадлежал он 48-летней домохозяйке из Шотландии Сьюзен Бойл, которая спела песню из мюзикла, отверженные таким чистым голосом, что ее тут же окрестили лохматым ангелом. И она в считанные минуты из «Неудачницы и Старой Девы» превратилась сначала в суперзвезду, а затем и в миллионершу. В этом видео я расскажу о том, как сложилась судьба Сьюзи. Малышке с самого детства не везло. Она была десятым ребенком уже немолодых родителей. Ее маме было 45 лет, когда Сьюзи появилась на свет. Роды проходили тяжело, и врачи сказали, что малышка будет отставать от сверстников. Так и вышло. Неловкая девочка, звезд с небес не хватало, поэтому сверстники не особо жаловали ее, прозвав глупышкой Сьюзи. Зато она была очень добра, отзывчива и любила родителей. Чтобы избежать издевок, Сьюзи пряталась в своей комнате и воображала себя на сцене. Расческа была микрофоном, а окно – зрительным залом. Девочка пела, и только тогда над ней никто не смеялся, ведь голос у нее был и правда изумительным. Время шло, Сьюзи выросла. Все ее братья и сестры разъехались из родительского дома, завели семьи. Папа умер, так что Сью осталась одна с пожилой мамой. Полгода Сьюзи работала поваром-стажером, а потом сосредоточилась на заботе о матери и регулярных посещениях церкви. О личной жизни она даже не думала, а вот мечты о сцене не оставляла. И дважды пробовала свои силы в музыкальных конкурсах, но ее не выпускали на сцену. В талант Сьюзи верила лишь ее мама, которой дочь как-то пообещала, что когда-нибудь станет настоящей звездой. И вот в 2007 году, когда Сьюзи было 46 лет, ее мамы не стало. Для Сьюзи это была большая потеря, несмотря на то, что женщина прожила долгую жизнь и ей шел 92-й год. В память о маме Сьюзи решила испытать судьбу еще раз. Два года она готовилась, и в 2009-м все же стала участницей британской минуты славы. Стоя на сцене, она слышала смех из зала и видела надменные ухмылки членов жюри. Но она выстояла ради мамы. И покорила не только строгих судей, но и весь мир. За первую неделю ролик с выступлением Сьюзен побил рекорд популярности на YouTube. За двое суток его посмотрело 20 миллионов человек. Дом Сьюзи осаждали журналисты, а люди, которые раньше смеялись над ней, теперь считали за честь пожать ей руку. Она же реагировала на все по-детски непосредственно, отказывалась менять прическу и уверенно шла к финалу. И хотя победить ей не удалось, Сьюзи заняла второе место, но все же именно ее ждала всемирная слава. Новоиспеченную звезду засыпали предложениями. В 2009 и 2010 она выступала в программах Ларри Кинга и Опры Уинфри, пела перед королевой Великобританией, папой римским, ездила по всему миру, записала первый диск, который по продажам перекрыл рекорд группы Beatles – 12 миллионов копий. А еще Сьюзи три раза вписана в книгу рекордов Гиннесса. Со временем Сьюзен похудела, похорошела, а вдобавок стала миллионершей. А вот стиль она до сих пор не сменила. Зачем, удивляется Сьюзи, ведь тогда я потеряю свою индивидуальность. В 2013 году ей наконец-то поставили верный диагноз, который пролил свет на ее трудное детство и эксцентричное поведение. У Сьюзи синдром Аспергера – расстройство аутического спектра, которое вызывает серьезные трудности в общении с окружающими. Узнав о диагнозе, Сьюзи не расстроилась, даже наоборот. Она стала проще относиться к прошлому. Сейчас Сьюзен Бойл уже выпустила 8 альбомов. Ее ежегодный доход превышает 35 миллионов долларов. Но женщина признается, что ей некуда их тратить, ведь она все еще живет в старом доме своих родителей. Так что большую часть денег она отдает на благотворительность. Что касается личной жизни, то Сьюзи долгое время отшучивалась, что на это у нее просто нет времени. Однако в 2014 году у 53-летней звезды появились первые отношения. «Мы примерно одного возраста, и он очень хороший мужчина», – призналась певица. Также известно, что таинственный возлюбленный Бойл – доктор. Что можно сказать напоследок? Если уж кто и заслужил популярности, признания, счастья и богатства, так это Сьюзен Бойл – простая и искренняя женщина, которая всю жизнь шла к мечте и не сдавалась. Было интересно? Тогда поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.